Всем доброго времени суток, друзья! Уже на протяжении практически месяца меня часто спрашивают о больших годовых раскладах и не было все это время свободного какого-то момента для того, чтобы с чувством, с толком и с расстановкой описать вам все варианты больших годовых раскладов и именно рассказать более подробно о том, что это такое, что это за расклады, на какой срок они делаются, это понятно, потому что само название за себя говорит «годовые расклады». То есть годовой расклад – это расклад на ближайший год, на год наступающий. И уже начался сезон, в принципе, годовых раскладов. Обычно они проводятся начиная с 15 декабря и в течение практически всего января. Также большие годовые расклады и вообще любые годовые расклады прежде всего актуальны в декаду дня рождения человека. То есть если даже вы родились летом, но вы хотите получить годовой расклад от дня рождения до дня рождения, то тогда в декаду своего дня рождения тоже можно заказывать расклады годовые. Можно расклад, в принципе, заказывать в любое время, но именно в обозначенные периоды времени, то есть с середины декабря по конец января практически, и в декаду нашего дня рождения – это то время, когда карты дают легче и полнее для нас информацию и дают больше каких-то интересных моментов, интересных нюансов, которые, вот если в обычные дни как будто бы надо вытягивать и выбивать, то в это время карты более словоохотливые и они активнее дают информацию. И в этом случае действительно это может быть актуально, потому что начало года – это всегда начало каких-то новых планов, это, в принципе, проецирование своих каких-то желаний на следующий год, это планы о том, что должно сбыться, что вы должны получить в обозначенный период времени. Вообще Новый год – это магическое время, когда действительно мы можем получать информацию плюс-минус определенное время до Нового года. И мы, конечно, сможем более подробно узнать в больших годовых раскладах, что нам готовит грядущий год. Они делаются в разных вариантах, и для того, чтобы не тратить время на переписку для пояснения, потому что, естественно, у человека возникает вопрос, а какой будет расклад, а насколько он объемный, а как вот измерить объем расклада, я буду по количеству позиций указывать, то есть обычно большой расклад – это расклад где-то от 15 до 17-18 позиций, а обычный расклад – это расклад на 9 позиций, то есть изначально 9 выложенных карт, к которым уже на усмотрение торолога может быть огромное количество дополнительных арканов, то есть то, что вам выложили одну карту на один вопрос, это не значит, что вам ее и будут трактовать, то есть здесь, естественно, будут дополнительные арканы, но как основу берется количество основных позиций, которыми я обычно и измеряю расклады для того, чтобы человеку было легче понимать объем. Примеры обычных раскладов, примеры больших раскладов, примеры в том числе и больших годовых раскладов есть на канале, и в принципе я вам могу сказать следующее, буквально до 15 декабря, позже уже даже не спрашивайте у меня ничего на эту тему, те люди, которые согласятся свой большой годовой расклад разместить в открытом доступе, как пример для окружающих, чтобы люди могли прийти и посмотреть, что за расклад, сколько длится, какого он объема, они получат небольшую, скажем так, небольшой бонус или небольшую скидку, и вот это может быть момент актуальный, но я вам сразу хочу сказать, что я каждого варианта расклада не более чем один вариант выложу в открытом доступе, потому что в остальное время просто нет возможности тратить время на размещение в открытом доступе, в хорошем качестве, в Full HD и так далее, и тем более в качестве более хорошем, да, поэтому вот такое ограниченное предложение, то есть те, кто появится и те, кто закажут для себя расклады по одному, да, варианту из семи предложенных вариантов годовых раскладов смогут получить скидку, если мы опубликуем по открытой ссылке этот расклад. Естественно, все остальные расклады, если не было никакой договоренности, делаются исключительно по закрытой ссылке, никаких открытых ссылок, естественно, никому не дается без согласия хозяина расклада. Я это говорю уже, наверное, вторично в сотый раз, но все равно находятся люди, которые переспрашивают. В этом видео я буду рассказывать, какие буду делать расклады, каково количество колод, которые участвуют в раскладе в возможных вариантах, и делаю это подробно и максимально ясно. Сразу могу сказать, что перед обращением за годовым или любым другим раскладом к просмотру обязательны правила получения раскладов. Я ссылку на это видео оставлю в прикрепленном комментарии, для того, чтобы между нами не возникало непонимания, когда пишут люди новые, которые, будем так говорить, не всегда понимают, в каком стиле и с какими, скажем так, особенностями я общаюсь с теми, кто мне пишет. Есть отличия в получении годовых раскладов. Есть ли текущие расклады, которые вы заказываете на отношения, на какую-то жизненную ситуацию, может быть, на здоровье, вот тоже ситуативно, как будет развиваться, например, с выздоровлением ситуация и прочее, на финансы, на работу, на вопросы переезда, то большие годовые расклады, они, вот если эти расклады вышеупомянутые, они в течение суток обычно бывают готовы, то большие годовые будут готовы попозже немножечко. Может быть, кто-то из счастливчиков будет успевать получать в течение суток, но в среднем от двух до пяти суток. Почему? Потому что наличие просьб о годовых раскладах не отменяет того, что пишут люди с просьбой о просмотре ситуации, и это не отменяет какие-то ритуалы чистки, которые мною проводятся. А годовой расклад – это очень большая и серьезная работа. На съемки самого большого по VIP-версии, будем так его называть, годового расклада, самой съемки может уходить около двух часов. Это продолжительность самого расклада, это подготовка к съемкам, это разбор колод и прочее. Загрузка тоже может длиться до нескольких часов, а затем еще обработка, которая идет на YouTube сама. И, конечно, есть менее объемные расклады, я просто говорю о самом большом, который может получиться. Поэтому сразу могу сказать, что годовые прогнозы – это серьезная работа, и она требует больших усилий и ювелирной работы. То есть это и соединение видео, делается из нескольких видео, потом все это склеивается и прочее. То есть это еще и работа монтажная, помимо всего прочего. Поэтому я здесь хочу сразу сказать, что я сама буду уточнять, в какие сроки при заказе больших раскладов годовых они будут готовы. Потому что правила получения обычных раскладов и больших раскладов на судьбу или судьбу отношений в паре здесь не действуют. То есть если вы заказываете, например, годовой расклад, и я понимаю, что у вас VIP-версия, на которую идет у меня полдня, в принципе, для того, чтобы ее создать, я вам буду говорить, к какому времени, к какому дню я успею ее делать. Но вот пока что планирую от двух до пяти суток укладываться. В момент, когда наступят святки, а святки это тоже такое вот сумасшедшее время, сумасшедший буквально период для тех, кто занимается гаданиями, и здесь могут сроки даже увеличиваться. Поэтому если вы до нового года, особенно до 30-31 декабря успеете заказать, потому что 30-31 декабря, естественно, я уже не буду заниматься настолько плотно работой. У меня будут свои бытовые дела, подготовка к празднику и прочее. Поэтому надо ли говорить, что вот эти дни, они будут выходными или, по крайней мере, минимально рабочими для меня, хотя я практически работаю без выходных вообще. Поэтому это нужно, конечно, обязательно учитывать. И начнем мы с описания менее объемных раскладов и закончим уже VIP-версией. То есть мы будем идти от самых минимальных, самых простых по возрастанию. Кстати, я посмотрела, вот эта колода выложенная, она у нас как елочка. Видите, сегодня есть елочка, только она немножечко как вверх ногами. Хотя сейчас в Европе очень модно вверх ногами вешать елочки. В принципе, у нас и в России тоже это делают. Итак, начнем сперва с того расклада, который вне вариантов полных раскладов в принципе. Это просмотр одной какой-то сферы на Новый год помесячно, а не всех сфер жизни и просмотр именно помесячный. То есть если вы хотите смотреть, что ожидает вас именно в любви, перспективы встречи, новых знакомств, новых чувств, то тогда это тема личной жизни на ближайший Новый год. И тогда здесь мы следующим образом делаем. Мы можем вне всяких вариантов сделать вариант просмотра любой одной сферы вашей жизни, которая вас интересует. Какие могут быть сферы? Я вам еще раз напомню. Это финансы, это здоровье, это любовь, или ключевые события месяцев, или советы на каждый месяц, или предостережения на каждый месяц. То есть каждое из перечисленного – это одна тема для расклада. Это один помесячный расклад, который стоит вне больших годовых раскладов. Он будет состоять из 15 позиций. И вот это может быть полезно для тех, кто, например, скажет, а я не хочу рассматривать работу, например, или я не хочу рассматривать учебу, а я хочу рассматривать вот просто любовь, просто перспективы встречи. А кто-то скажет, а у меня и так все ясно в остальных сферах, хочу здоровье посмотреть. И вот именно таким образом тоже можно получать расклады. То есть та сфера, которая наиболее для вас интересна, наиболее чувствительна, наиболее беспокойна, может быть, вот ее тоже можно просматривать отдельно. И не обязательно для этого рассматривать то, что вам не нужно. Поэтому я предпочла выделить вот в отдельно стоящую такую графу такого рода расклады. Сразу я могу сказать еще раз напомнить, что одна позиция, это не значит одна карта, это значит 15 основных позиций и столько дополнительных арканов, столько дополнительных карт, сколько мне потребуется для того, чтобы вы получили максимально развернутую информацию. А теперь мы начнем уже говорить о годовых раскладах. Первый вариант – это расклад, рассчитанный на 12 позиций. И это просмотр поквартально сферы финансов, здоровья и любви. Он выполняется на одной колоде. И он, я еще раз напомню, не рассматривает отдельно каждый месяц, он рассматривает поквартально ситуацию. То есть вот, допустим, рассматривает первый квартал с января по конец марта, потом с апреля по конец июня, потом с июля по конец сентября и с октября до конца года. То есть это четыре квартала, которые рассматриваются в каждой из сфер. Каждая сфера – деньги, здоровье, любовь в первом квартале, во втором, в третьем. Вот это самый миниатюрный, самый такой вот компактный вариант такого расклада, который может быть. Второй вариант – это расклад, рассчитанный на 16 позиций основных. Естественно, с дополнительными картами в любом раскладе, на мое усмотрение, сколько мне их будет нужно. Я без ограничений буду, естественно, открывать, доставать из колоды. Это просмотр поквартально сферы финансов, здоровья, любви и наиболее значимых событий каждого квартала. На одной колоде проводится такой расклад. Следующий вариант – это третий вариант. Вы запоминаете для себя, когда будете смотреть это видео, варианты и что в них рассматривается. Тогда вам будет легче определиться, что бы вы хотели в данном случае заказать. Плюс ко всему я, естественно, вам, если вы напишете и вы намереваетесь заказывать расклад личный большой годовой на 2019 год, на последующие годы, которые мы тоже будем затем смотреть, возможно, не понадобится даже обновлять видео. Так вот, сразу могу сказать, что я пришлю вам и в текстовом варианте то, что я сейчас говорю, но для разъяснения, для каких-то сопутствующих нюансов я все это произношу в звуковом варианте в формате видео. Первый и второй вариант мы рассмотрели. Третий вариант – это расклад, рассчитанный на 20 позиций. Это просмотр по квартально сфер финансов, здоровья, любви и наиболее значимых событий каждого квартала. Плюс совет на каждый квартал, каким образом вести себя так и что делать для того, чтобы ситуация складывалась благоприятно для вас. Четвертый вариант – это расклад, рассчитанный на 39 позиций или более с неограниченным количеством допов. Допы – это дополнительные арканы, которые я вытаскиваю. Это просмотр помесячно уже сфер финансов, здоровья, любви, каждого месяца с определением общих тенденций года в каждой сфере. Он выполняется на трех колодах. Пятый вариант – это расклад, рассчитанный более чем на полсотни позиций. Это просмотр помесячно, сигнификаторов. Что такое сигнификатор? Это суть, основа, девиз месяца. То есть вот мы смотрим, январь, что он вам принесет? Это месяц побед, достижений, каких-то новых событий. Или это наоборот месяц вялых, в который ничего не происходит, и любые события снижают свою значимость в любой сфере, которую мы можем просматривать. Вот так тоже можно смотреть. И здесь мы, опять же, смотрим сигнификатор каждого месяца, сферу финансов, сферу здоровья, любви с определением общих тенденций года в каждой сфере. Он выполняется на четырех колодах. Шестой вариант – это практически VIP-версия. Это расклад, который рассчитан на более чем 60 позиций. Это просмотр помесячно, сигнификаторов, то есть суть и девиз месяца, потом сфера финансов, сфера здоровья, сфера любви. И добавляется плюс на ваш выбор еще одна сфера. То есть, например, вы можете сказать, а я хочу смотреть не только сферу любви, но и отношений между мною и окружающими. Или сферу бизнеса. То есть вы можете смотреть, что касается нелюбовных отношений. То есть любовь, да, она присутствует. Мы обычно смотрим в раскладах, в основе. Но при этом есть еще и отношения нелюбовного характера. Отношения с нашими родственниками, с друзьями, с нашим окружением. Возможно, с коллективом на работе, если есть какая-то змея, которая пытается, допустим, вас затюкать. Вот как будут складываться отношения в этом направлении. Можно добавить такую сферу. Можно добавить сферу работы, бизнеса или учебы. То есть, вот что вы захотите добавить еще на ваш выбор, вы можете, соответственно, привнести по вашей просьбе. Опять же, смотрим каждый месяц с определением общих тенденций года в каждой сфере. И выполняется такой расклад на пяти колодах. И итоговый седьмой вариант. Это максимальное раскрытие тенденций года. Это просмотр всех сфер жизни. Расклад рассчитанный на почти восемь десятков позиций. То есть, более чем на колоду изначально позиций. В колоде у нас семьдесят восемь карт. А это расклад больше. Поэтому, соответственно, используется большее количество колод. Это просмотр помесячно. Сигнификаторов месяца. То есть, девиз месяца. Ключевые моменты. Сфера финансов, здоровья, сфера любви, отношений между вами и окружающих. Что касается нелюбовных отношений, а родственных, отношений с коллегами и прочим, с друзьями. Следующий момент. Это работа, бизнес. Каждого месяца. Если вы учитесь, то тогда можно учебу смотреть. В данном случае. То есть, заменить работу на учебу. С определением общих тенденций года в каждой сфере. Выполняется на шести колодах такой расклад. Это очень объемный расклад. Он гигантский фактически. И он будет занимать большой период времени. Однозначно более полутора часов. Я думаю, что хорошо бы уложиться в два часа при таком раскладе. Поэтому это длительный, это объемный расклад. И это большая работа. Причем с учетом того, что я говорю достаточно быстро и не затягиваю процесс. Я не молчу глубокомысленно над картами, ковыряясь в каком-нибудь месте. И, конечно, я стараюсь говорить четко по существу информацию. Поэтому все время расклада это живое время, которое используется и в которое вы получаете информацию. Это не то время, когда делаются перерывы на рассмотрение того, какая красивая колода перед нами лежит. Потому что я предпочитаю делать хорошо, качественно. Стараюсь делать максимально быстро по возможности для того, чтобы это тем не менее не влияло на качество. И, соответственно, будет хорошее качество работы. Внятное объяснение того, что мы видим в раскладе. И в данном случае я сразу могу сказать, что условия отличаются. Они от демократичных до недемократичных. Могут быть. И человек сам способен решать, какой именно расклад он хочет получить. И если не устроят условия, а они поменялись достаточно серьезно с прошлого года, то люди сами смогут выбирать, к кому именно обратиться. Если эти условия не подошли каким-то образом. Я могу сказать сразу, что здесь остренькая такая часть этого видео будет. Однако я думаю, что нам нужно сделать эту часть видео, потому что она будет нести полезную информацию. И здесь я могу сказать сразу, что как только я буду слышать слова, что вот там, допустим, а тетя Дуся гадает нам вообще и делает годовой расклад на 33 колодах, и за это всего 1000 рублей берет, я вас буду сразу блокировать. Поскольку, особенно в предновогодней суете, нет времени и желания объяснять, чем я отличаюсь, чем я лучше или чем лучше тетя Дуся. То есть, если душа лежит, можете просить расклад у меня. Если душа не лежит, если не симпатична по какому-то принципу, или если не находят мои расклады у вас откликов, то даже не стоит писать и отнимать мое время, потому что мы не договоримся. Это я могу сказать сразу в такой ситуации. Если вас все устраивает, если вы не первый день на канале, если вы достаточно знаете образцы моей работы, то тогда вы приблизительно представляете, о каком стиле работы я говорю. Если он вас устраивает, то тогда пишите, и тогда вы, соответственно, будете получать информацию. И мне не надо писать, что кто-то делает где-то как-то. Меня не интересуют условия, которые предложат другие торологи по поводу больших годовых раскладов или каких-то других работ, которые они могут делать. Они могут делать расклады хоть бесплатно. И я буду уважать их решение и ваше решение обратиться к тому, от кого именно вы захотите получить расклад. Но на сегодняшний день я хочу сразу оговориться, что у меня нет нужды в новогодних или иных акциях. И об этом я еще говорила в прошлом году, когда акции по проработке колод проводились периодически, поскольку в то время я просто меняла способ приема людей. Переводя тех, кто даже приходил лично ко мне долгие годы в реале, я их переводила в онлайн. И, соответственно, на сегодняшний день уже те, кто не успел воспользоваться приятной возможностью получения раскладов по акции, но хотят погадать, они могут сделать это там, где акции подобного рода есть. Я абсолютно никоим образом не против такой позиции любого человека. То есть здесь уже как бы кто кому как ближе, тот так и поступает. А если вы хотите, ну вот каких-то, может быть, новогодних советов, советов, скажем так, в подарок, они будут и они есть на сегодняшний день в бесплатных раскладах, которых четвертая сотня уже на канале, и вы, пожалуй, можете любую информацию получить там. Поэтому у меня до сих пор возникают недопонимания и непонимания и неприятия ситуации, когда человек пишет, а вы вот можете посмотреть мне просто вот бесплатно что-нибудь, вопрос. Ну, вы знаете, бесплатно вот почти четыре сотни раскладов на канале, вы можете пойти там посмотреть. И я вообще не против, если люди поступают именно так. Эти расклады выкладываются в подарок для того, чтобы каждый человек мог, если такая жизненная ситуация, что не может заказать, например, для себя, или просто не считает нужным из своего бюджета тратить какую-то сумму на платные, например, расклады, которые может заказывать где угодно, в этом случае человек может приходить и просто смотреть общие расклады. Об остальных вариантах, скажем так, акционных даже речи не идет. И я надеюсь на понимание, потому что это четкое изложение моей позиции, и я этим образом не обижаю ни в коем случае никого. Не те, кто просто шел мимо, нечаянно зашел на канал, посмотрел видео, сказал, ах, какая она злая, не хочет ничего делать для людей. Вы знаете, я делаю для людей, и делаю достаточно много, и стараюсь это делать для тех, кому это действительно нужно. Потому что, когда прибегает просто девочка и начинает говорить, ой, а я вот со своим одним Васей поругалась, и с Петей я тоже поругалась, а вот посмотрите, мне срочно надо, это вопрос жизни и смерти. Вы извините, но когда у кого-то на руках умирает ребенок, когда у кого-то идут сложные ритуалы чистки, и когда с людей снимается родовое проклятие, когда человек просто может усыхать на глазах, при этом врачи не находят заболевания, но есть магический негатив, и когда мы занимаемся этими нюансами, если у кого-то произошла трагедия, кто-то умер из родственников, я не буду обращать внимание на вот такие вот какие-то, знаете, сопливые позиции непонятные, когда человек пишет, мне срочно, мне вопрос жизни и смерти, я уже пятый раз за эту неделю поругалась с Петей, вот вопрос жизни и смерти. Люди, немножечко вот здесь вот включайте голову, потому что есть реально важные события в нашей жизни, и есть события, которые важны и нужны, и личная жизнь, это, пожалуй, для женщины первое, что важно, но есть вопросы срочности, и если вы поругались и вы ругаетесь уже пятнадцатый раз, в течение суток будет у вас этот расклад, если вы его закажете, но это не значит, что надо торопить и писать каждые пять минут, ну что, ну что, а вы сделаете, тем более никаких подобного рода, скажем так, просмотров бесплатных делаться не будет, это сразу могу сказать. И помощь есть вот для таких нюансов, для таких вопросов, пожалуйста, еще раз повторю, общие расклады, вы всегда можете их посмотреть, и они для вас находятся круглосуточно, в открытом доступе. И я уважаю мнение окружающих, пока оно не доставляет мне прямого дискомфорта, то есть если человек спросил об условиях и потом не попросил личный расклад, годовой или любой другой, то у меня вообще никаких претензий к этому человеку нет, если он не приходит каждую неделю и не переспрашивает по десять раз, отнимая мое время и заставляя ему писать какой-то ответ, да, пока есть другие переписки, для меня более продуктивные. Но если человек узнает условия, и он начинает торговаться, рассказывать, а что у вас вот так, а вот там вот где-то есть по-другому, то он отнимает мое время и отвлекает от помощи тем, кто действительно хочет получить помощь, потому что есть люди, которые приходят, узнают условия и говорят, да, хорошо, мы делаем вот это. Вот с такими людьми работать приятно и работать наиболее продуктивно и для них, и для меня. Поэтому если человек начнет ныть, торговаться, писать, а что у вас вот так, а вот там вот я видела вот так, вот идите туда, где вы видели, друзья мои. И сразу же такие люди будут отправляться в сказочный лес, потому что огромное количество постоянно обращающихся людей, с которыми, ну вы знаете, уже не просто какие-то отношения такие ситуативные, а когда уже сопереживаешь человеку, когда давно не появлялся, думаешь, а все ли хорошо, а все ли нормально. Но обычно, если человек долго не появляется, значит, все хорошо и все нормально, и беспокоиться не стоит. Это в большинстве случаев бывает так. Поэтому, конечно, я всем желаю удачи и адекватных, позитивных людей рядом, для того, чтобы вам было просто и легко жить, общаться и приносить пользу окружающим вас людям. Ну и, конечно, раз лежит колода, то она не может у нас не выстрелить, и мы будем проводить сейчас общее гадание. Гадание тоже на тему годовую у нас. Да, 6, вытащим позиции. Я спросила у колоды, сколько вариантов сегодня нам нужно будет для гадания. Давайте сделаем большое количество вариантов, и будет 6. Ладно, уберем сразу колоду, чтобы она нам не... уберем карту, чтобы она не отвлекала нас. Давайте сделаем следующим образом. Первый, второй, третий вариант, четвертый, пятый, и шестой. Это будет общий расклад, который будет говорить о том, какая будет главная сфера грядущего года, то есть какая сфера потребует от вас наибольшего внимания, и какая сфера потребует от вас большого количества усилий. По порядку выкладки. Вот сейчас мы так их и разложим, как вытаскивала. Получается у нас первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой вариант. Шесть вариантов вы можете загадывать как по номеру, как по притягивающей вас рубашке карты, так вы можете загадывать и по порядку открытия карт мной. То есть вы загадываете, как хотите, а я, соответственно, открываю так, как хочу, и так, как считаю наиболее интуитивным. Это к вопросу об открытии не по порядку. Итак, какая же сфера для вас будет наиболее важной в грядущем году? Причем, если вы это гадание найдете спустя 3-4 года после того, как я опубликую это видео, то оно будет действительно для вас, вы сможете в нем участвовать. Итак, для тех, кто выбрал в данном общем раскладе вариант номер 2, мы смотрим и видим, что для вас будет важна достаточно серьезна тема финансов. То есть остальные сферы, они как будто бы немножечко отойдут на задний план. И в данном случае мы видим карту, которая говорит о том, что для вас важны в грядущем году будут накопления, операции с банковскими счетами, моменты, когда вы пытаетесь, допустим, делать какие-то заготовки. То есть все, что касается сохранения и приумножения, это будет то, что доктор прописал, это то будет, на что нужно обратить внимание. И карты более того рекомендуют в данном случае совершать накопление, если будет к тому возможность. И при этом карты очень часто говорят о домашних заготовках. И карты говорят о том, что вопрос людской жадности или алчности, или вот какой-то страстности в финансовом смысле может вам принести определенные затруднения, с которыми, однако, вы сможете справиться. Поэтому для вас, для тех, кто выбрал вторую позицию, ключевой сферой будет сфера финансовая в грядущем году. Для тех, кто выбрал шестую позицию, она вторая по порядку открытия. И вот здесь мы видим карту, которая свидетельствует нам о том, что будет для вас актуальна сфера учебы, работы и сфера взаимодействия взаимодействия с вашими детьми или младшими людьми из окружения. Вы можете учиться сами или передавать опыт другим. То есть для вас сфера обучения даже больше, чем сфера работы, будет важной. И даже если кто-то скажет, да мне уже 70 лет, чему я могу учиться, сижу на пенсии. В любом возрасте человек может учиться. Вы можете учиться вязать, вы можете начать учиться играть на фортепиано, например, или учиться владеть компьютером или какой-то компьютерной программой. Всегда есть возможность учиться чему-то новому. И для вас вот именно этот момент и именно эти события будут актуальны и будут значимы. И на это нужно будет обращать внимание и по возможности получать новую информацию, по возможности учиться и вкладывать в приобретение новых знаний или нужного для работы инвентаря. Иными словами, то есть если вы, например, являетесь строителем или тем, кто проводит ремонтные работы, то вам нужно будет в этом году следить за какими-то тенденциями, за выходами новых инструментов, купить себе новую дрель там или что-нибудь, да еще. То есть начиная от перфоратора и съехать на опушку леса, чтобы соседи вас не слышали. Ну это шутки, конечно. И вообще уделить внимание именно своему багажу как знаний, так и того, что нужно вам в работе. То есть если вы, например, печете прекрасные торты, то вы можете купить себе новые формы, вы можете купить новые кулинарные книги. Все, что пригодится вам в работе и все, что пригодится вам для обучения. Для тех, кто выбрал четвертый вариант, и здесь у нас он третий по порядку открытия, ой, здесь ложится вообще у нас, знаете, интересная штука. И если вы человек, для которого актуальна эта тема, то для вас тема сексуальных отношений и интима будет одной из основных. Это не значит, что вы будете зациклены на этом, но это значит, что вот эта тема заставит вас обратить на себя внимание. Если вы мужчина, то могут быть вопросы, которые связаны с потенцией или частой сменой партнерш, или каким-то новым предложением, от которого будет трудно отказаться. Если вы девушка и загадали данную карту, ну, естественно, речь идет о совершеннолетних людях сейчас у нас, то в данном случае тоже карта говорит о сексуальном аспекте и для всех людей без исключения без возрастных уже ограничений и пола, без ограничений по полу, то есть, простите, без гендерных каких-то ограничений. В данном случае карта обозначает начинания новые, открытие нового бизнеса, занятие новым делом, то есть, вот то, что может вспыхнуть очень ярко и то, что придет к вам, как какая-то новая сфера вашей деятельности. Но вы должны понимать, что главное не только генерировать прекрасные идеи, но и уметь их воплощать в реальность, уметь доводить до конца начатое, уметь доводить до конца задуманное. Для тех, кто выбрал первую позицию, она у нас четвертая по порядку открытия, но и здесь вот у нас сложится карта. Вообще, конечно, следующему году очень подходит эта трактовка и в целом мы не будем зацикливаться именно на следующем годе, потому что, возможно, кто-то из вас найдет спустя 5-6 лет, это гадание и захочет в нем поучаствовать. Конечно, вы имеете право это сделать, вы сможете тоже загадывать варианты в этом раскладе. Так вот, вам нужно, будет обратить внимание на семейную сферу. Вообще, для вас пройдет год под девизом семьи. Это могут быть как отношения с родными, с теми, с кем вы находитесь в близких отношениях. Друзья здесь, ну, тоже могут рассматриваться, но только если это такой друг, с которым вы можете там есть из одной тарелки и дать ему ключи от своего дома и позволить залезть в холодильник в ваше присутствие или отсутствие. Вот такой близкий человек, который действительно имеет доступ и в ваш дом, и в ваше сердце. Для многих, кто выбрал этот вариант, может стать эта карта символом того, что между вами в семье, если у вас уже сформирована семья, наладятся отношения. И внимания уделять, тем не менее, надо будет достаточно серьезное именно данному вопросу. То есть не ударяться в бизнес, не идти в какие-то, да, вот там, решения вопросов, которые касаются работы. То есть это минимизировать нужно для того, чтобы это не происходило в ущерб семье. Если получается успевать все, и работу, и дом, и дом, это замечательно. Но для вас выпадает, как основная карта и основная тема, карта дома, карта родных людей, карта тех, кто находится рядом с вами, карта вашей семьи. Вот им нужно обратить внимание. Возможно, пополнение в семействе, и если вы планировали действительно зачатие на грядущий год, то это хорошее время, успешное для вас, и вы действительно можете строить такого рода планы. Ну, вы, в принципе, можете строить такого рода планы, независимо от того, скажем так, что скажут карты. Но в целом карты только подтверждают в данном случае правильность вашего намерения. И это хорошо. В общем, для вас карта семьи, карта любви, карта родственников и близких людей вокруг вас выпадает. А это значит, что личные контакты и дружба, дети, брак, семья – это будет основное направление для вас. Причем неважно, мужчина вы или девушка, человек, участвующий в раскладе. Для тех, кто выбрал у нас пятую позицию, она не очевидность, пятая по порядку открытия. Вот для вас карты говорят о том, что год будет годом перемен, и в любую сферу вашей жизни могут прийти перемены. То есть, что-то может развернуться на 180 градусов, поэтому вам нужно положить соломки по всем фронтам, но и не оставлять воплощение каких-то новых идей, независимо от того, в какой сфере эти идеи для вас должны воплотиться. При этом карта может говорить о том, что, возможно, вы узнаете о действительно чьей-то физической смерти. Ну, понятно, что за 12 месяцев мы все равно в любом случае узнаем о смерти каких-то знакомых или о смерти знаменитых людей, которым тоже многие сопереживают, смотрят их по телевизору и так далее. Но в любом случае, вот здесь это та карта, которая говорит о том, что если вы находитесь в ссоре с дорогими вам людьми, то старайтесь помириться и помириться в ближайшее время для того, чтобы потом вам не было мучительно больно от того, в какую ситуацию вы можете попасть в этом вопросе. Что еще можно сказать по этой карте? Карта говорит о том, что для вас этот год грядущий может быть годом трансформации. И вдруг какие-то сферы, которые раньше были успешными, начнут видоизменяться не в лучшую сторону и вот как-то начнет удача отходить. А вот то, что не получалось раньше, вдруг может получиться ни с того и ни с сего. Поэтому для вас это может быть год противоречий и год, который, ну я бы не сказала парадоксальный, но год, который может принести достаточно серьезные изменения и давать достаточно серьезные уроки в любых сферах жизни. То есть выделить какую-то конкретную сферу жизни мы здесь не можем. То есть вам нужно обращать внимание и на отношения с людьми, которые близки вам, и на сферу здоровья своего обязательно в обязательном порядке. Хотя, собственно, этот аркан очень редко на самом деле в физическом варианте обозначает физическую смерть. Поэтому здесь паниковать не стоит. Здесь просто карты могут говорить о том, что реально год будет очень насыщенным. Это год, который будет переворачивать многие сферы с головы на ноги. и с ног на голову обратно. Поэтому, конечно, в данном случае, наверное, был бы актуален годовой расклад на все сферы жизни. Но в любом случае, я думаю, что каждый человек знает, какие сферы для него наиболее интересны и какие ему лично наиболее важны. Так вот, у вас какого-то отдельного, да, выделения только одной сферы из всех мы увидеть не можем. То есть у вас какой-то вот год универсальных встрясок. Поэтому, конечно, с одной стороны подстилайте соломки, с другой стороны готовьте крылья, потому что это и год многих возможностей в том числе. Для тех, кто выбрал третий аркан, вот здесь ложится карта, которая говорит о том, что у вас это, ну вот тоже, знаете, значимые такие могут быть события. Это год не то чтобы трансформаций, но определенных разрушений. Что-то будет старое разрушаться в вашей жизни для того, чтобы уступить место новому. И здесь в данном случае карта может касаться тоже любой сферы вашей жизни. Давайте мы в данном случае сделаем дополнительные выкладки, которые помогут тем, кто участвует в данном раскладе более полно получить информацию от этого варианта. Давайте смотреть. Для тех, кто загадал первый вариант, для тех, кто загадал второй вариант, дополнительная карта выложена нами. Для тех, кто загадал второй вариант, мы смотрим, для вас это сфера работы. Это могут быть ситуации с увольнениями, это могут быть ситуации с отчислениями или с какими-то большими встрясками, когда предприятие может закрываться или претерпевать какие-то изменения кадровые в том числе. И также карты говорят о том, что у вас могут разрушиться с человеком, с дамой. Женщина такая вот по характеру, знаете, непогрешимая, как жена Цезаря, но вместе с тем ей свойственно такое качество, как включение бензопилы под названием дружба, которая запилить может до смерти. И вот такие, может быть, пилищи и движения, наконец-таки, оттолкнут вас от нее. То есть может быть большой бум в отношениях с такой дамой. Поэтому обратите внимание на эти отношения и на работу, на бизнес и на учебу, на все, что с этим связано. И для тех, кто дополнительную первую карту загадывал, здесь у нас ложится карта, которая, ну, во-первых, для вас это значимый год, то есть будут однозначно происходить какие-то ключевые события, и год вам обязательно чем-то запомнится. В данном случае это будет год, в котором вы можете обратить внимание на свою возможность оказывать влияние на людей, на свое давление, на свою власть над людьми. Это тема власти, это тема иерархии, как в семье, так и на работе, так и в других сферах. Тему здоровья эта карта хорошо, что не затрагивает, потому что в сочетании с первым арканом, который мы выложили на эту позицию, по здоровью могли бы быть определенные неприятности, но в данном случае карта больше говорит именно о власти и о иерархических расстановках, когда вы пытаетесь понять ху из ху и установить какие-то свои правила игры. Поэтому вот здесь отношения скорее рабочие или деловые и ваша власть и ваше положение на иерархической лестнице это те темы, те сферы, на которые вам нужно обратить внимание в грядущем году. Я всем желаю удачи. Возможно, в период перед Новым годом и в период святок будут гораздо реже выходить общие расклады, но я попытаюсь, постараюсь какое-то их количество заранее, например, спланировать и снять и по возможности соответственно, буду делиться вот такими общими темами. И еще раз всем желаю удачи, до встречи, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok